О, у меня, у меня подарки! У тебя подарки? Да, вот это. Вот это твой подарок? Ага. Ну, давай открывать, что же тут за подарок такой? Вот так? Да. Ой, класс. Нравится, да? Разрывать бумагу. А Никен это? А это Никен, да, вот там. Вот так. Вот так, а это мой подарок. А знаешь, что здесь написано? Да. Это птичка, да? Да. А тут что написано? Чик-чирик называется. Чик-чирик. Чик-чирик. И это очень нужная коробка. Очень нужная. И мы сейчас будем смотреть, что же здесь. Это новогодняя нужная коробка от Николаячика. Что же тут? Что же тут? И кубики. И кубики? И печенье. И печенье? Да. Вау. И а это? Это салфеточки влажные. А это игрушки. А это игрушки. Да. Кубики. Кубики. Что там? Что же там? Давай, смотри, что же там. Смотри, тут написано тепло. Видишь, огонь. А здесь холодно. Здесь снежок. Не могу. Не можешь? Давай, я тебе помогу. Вот так. Что там есть? А это? Это наклейка мне. Тебе наклейка? Клей, да? Это будем... Знаешь, что делать, Денис? И фломастер. И фломастер. Ух ты. И вот. И это. Смотри, что есть. И сова. Сова. Это сова, которая... Ты же боишься сову? Да. Вот она прилетела. Бояться ее не надо. Это на картине. На картине? Какой умный ребенок. Да. И еще это. И тут еще. Ух ты, сколько всего. Это знаешь, что мы будем делать? Мы будем для елочки делать елочные игрушечки. Понял? И еще это. И вот это, да. Сколько всего. А тут что еще? Смотри. Тут тоже. То еще это. Да. И еще сова. И еще сова. Класс. А вот там нет совы. А тут нет совы. Вот еще сова. А тут еще что? Вот здесь нарисуем диких животных. Это прям какой-то целый альбом большой. А ну. Давай, раскрываем. Демка. Это ты так любишь делать. Будем рисовать. Ага. Да. И печенье красивое. И красивое печенье. Да. Смотри, что тут. Ого. 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 Святого отчего. А ну. А как это? Ого. И менять и мать. И менять и мать. Ты девочка послушная. Учишься хорошо. Какие помпончики. Ника такая красавица. Волосы в простые стороны. Ну как тебе? Ух ты, какие классные. А что там еще? Пряники. Продолжается перестановка. Вот она. Это ширма, про которую я вам рассказывала и показывала в инстасторе и в видео. Вот она, видите? Ника, стань рядышком. То есть, понимаете, да? Насколько она большая. Это метр восемьдесят? Я метр шестьдесят пять. Вот. Сейчас я сфокусируюсь, я покажу. Она, видите, да? То есть, это холст и он чем-то, как-то, не знаю, покрашен. То есть, он такой очень жесткий. Вот. И мне нравится... Сейчас, Демушка, подожди, зайчик покажу. Мне нравится изображение. Небоскребы, такси. В общем, типичный Нью-Йорк. Вот. Еще стол приедет дней через десять. Я поставлю и покажу в итоге, короче, что получилось. Поэтому очень интересно. Я на номерах принятия длинула. Длинула Эксалар. Что-то будет серьезное. Отличает вертальную реальность. И каждому вы при уходе претендовали, как вы откуда-то. Я сразу подумала, Доминик, а вам не любят такие вещи. Я послушаю, вам расскажу, что он дает, что будет у Леново. Обязательно. Я хочу сказать, что до этого момента, до этого года существовало очень много заблуждений. Очень много мифов. Очень много непонимания среди потребителей. И массовому потребителю было непонятно, откуда берется контент. Что с ним делать, как его использовать, что еще можно делать, кроме игрушек. И почему оно так дорого стоит на самом деле. Поэтому на помощь им пришли мы. Пришли вендоры Microsoft, компания Lenovo, которая готова представить им продукт, который будет очень конкурентоспособен, интересен. И при этом полезен и более чем развлекателен для пользователя. При включении системы один раз сканируется пространство, внутри которого будет происходить интертейнмент. И все. То есть это занимает буквально 20 секунд. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я расскажу вам, что здесь будут выборы. Как приходится, то есть это 100 градусов, потому что у нас будет там лучше. Да давайте уже димаем. Все разом давайте. Там, похоже, разберем. Вау, а что это такое? Вау. Вау. На! На глазки! Есть! Продолжите, пожалуйста. Вы за ним вытащили. И поправились у вас щит. Они стреляют, мне не угадываются. Во щит куда-то улетел. Ну это грустно, это уже не полет и это реально грустно. Приехала в салон на педикюр. И что-то пошло не так. Ой, эти девочки. Девочки такие, девочки. Да. Я сегодня иду на предпоказ фильма Крутые мамочки 2. Вот, я в принципе не планировала быть нарядной. Но теперь вопрос, что надеть? И я не знаю. Ну вот, что в итоге получилось. Я, конечно, думаю еще поправлю. Оно было вот так. А я его подняла, чтобы было больше объема. Теперь придется одевать какое-то платье. Я планировала джинсы вообще и на низком ходу. Но, как я уже говорила, что-то пошло не так. Вот. Сегодня будет интересный фильм как для мам, мне кажется, так и нет. Но, когда выйдет этот влог, фильм будет уже в прокате. Поэтому, я думаю, что стоит сходить. Я еще его не видела, но уже, можно сказать, рекомендую. Наверное, это неправильно, но это такая расслабляющая комедия, которая актуальна просто для мам. Поэтому, мне кажется, даже если там ничего такого не будет, то мамам сходить все равно обязательно. Проветриться, вот, и расслабиться. Ну, вот. Мы с детьми наряжали елку. Они сейчас спят. Я тут кое-что подправила. Но, так как, в принципе, оставила, как они хотели. На канале Жизнь Мама, которая девушка, можете посмотреть эту распаковку. Сейчас уже за двенадцать. Все спят. Я в Инстасторе только что сняла, показала вам. Это приехала рассылка от Эйва. Очень красивая. Смотрите, какой фонарь классный. И там продукты. Вот. Я вам в Инстасторе показала, какие продукты. И на канале Жизнь Мама, которая девушка, тоже покажу. Там есть кое-какие очень интересные тенюшки. Есть очень классные, с разными эффектами. Я вам тоже покажу. Но, опять же, заходите на канал Жизнь Мама, которая девушка. Вот. Покажу эти новинки. Также, каждый год я в разные вазы засыпаю разные эти шарики. В том году у нас были большие шары в такой, как в Азии аквариуме. В этом году вот такие вот маленькие. Они матовые, глянцевые. И в этом году я решила, что над моей головой будет висеть картина. Такая, знаете, как лес в огнях. Ну, в общем, неплохо. Мы еще Никину комнату не украшали. И плюс у меня перестановка. Тут, правда, еще не убрано, потому что только переставили все. Я еще ничего не складывала, ничего не убирала. Видите, шкаф поставила. Тут раньше стоял телевизор хозяйский и тумба. Я унесла это все в гараж. Вот, потому что здесь у меня будет стоять, видите, еще кресло унесется в гараж. Здесь будет у меня стоять стол для макияжа. Вот. Такая зона. Тут вот игрушки елочные, которые мне понадобились. Здесь козор детский и детская зона для игр. То есть, получается, у нас тут в одной комнате, не в детской спальне, а именно в этой комнате, где я сплю. Такой, как дурдом солнышко. И рабочая зона, и игровая, и мамина спальня. Вот. Ну, как-то так получается. Продолжаю серию своих полезных влогов. Сейчас еду к косметологу и хочу с вами поделиться. У меня, в принципе, с кожей вроде проблем нет. Но я знаю, какая она была и какая она стала. Почему так стало, я не знаю. Я чуть поменяла питание. Может быть, от этого. Может быть, какие-то другие факторы сыграли роль. Я пока еще не поняла, но кожа начала портиться где-то год назад. Каким образом? Так, визуально вроде бы все нормально. Но у меня на лбу, например, есть такие как прыщики, но они как под кожей. То есть, их не выдавить, их так не видно. Но рельеф кожи, он не такой. То есть, он как бы не гладкий. Я дотошная в таких вопросах. Мне надо, чтобы все было идеально. Понятно, что возраст идет и все меняется. Но я сейчас еду не просто к косметологу, а к косметолог-дерматолог. Для того, чтобы она меня проконсультировала. И сказала, с чем это связано. Как с этим бороться. Я все узнаю и вам расскажу, что мне скажут. Тут, наверное, вряд ли будет видно. Тут под определенным освещением видно вот эту вот неровность. Так, вроде бы вот, визуально вроде все нормально. Но нет. Пигментные пятна начали проходить. Я пользуюсь разными средствами. Я вам уже показывала, какими. Они без отбеливающего эффекта. Но при этом все равно пигментные пятна проходят. То есть, это радует. Также я обратила внимание, что под глазами кожа стала тоньше. И появились синяки под глазами. Такая синюшность. Но это я понимаю, из-за чего именно синюшность. Я мало сплю. Очень мало. Я ложусь два в три ночи. Встаю в семь. Я понимаю, что так нельзя. Но очень много работы. Я не успеваю. Но здоровье важнее. Внешний вид в том числе. Поэтому сейчас буду что-то менять с этим. Что еще? Ну, не нравится мне то, что вот вокруг рта появляются такие как жировички. Это, конечно, не очень приятно об этом говорить. Но это факт. И я хочу с этим как-то бороться. Кожа страдает. Также страдает она, когда у нас пересушена она. Я прям чувствую, как ее стягивает. Вот, например, в машине, когда включено отопление. Поэтому меня спасает увлажнитель воздуха именно для автомобиля. Реально помогает. Но это то, что я вот наблюдаю. То, что, может быть, вам будет полезно. Что мне скажет дерматолог? Я не знаю, я включусь там или уже после включусь. Как пойдет, как говорится. Если вам эта полезная информация, ставьте пальчики вверх, чтобы я это знала. Или плюсик в комментарии, чтобы я понимала, что для вас снимать. Что вам интересно. Поэтому сейчас буду, наверное, многие темы поднимать, которые раньше не поднимала. Сейчас бы ехала себе просто к косметологу и даже не говорила об этом. Что я, в принципе, раньше и делала на протяжении года. А где-то год назад я закончила свои полезные влоги. Просто снимала свою повседневную жизнь. Сейчас вот возвращаю полезность на канал. Надеюсь, вы это оцените. Соединенные ткани постановлены. Там и сверху пигментация. Ну вот это милиумы, эти беленькие. Вот, кстати, они у меня вот здесь вот постоянно на шее появляются. Раньше никогда такого не было. Вот эти я не поудаляю. Эти только можно работать с помощью легких пилингов. Но учитывая, что у вас кожа очень маленькая. Домашняя. Они меня так достают, она прокалывает просто иголочкой. И предыдущий косметолог тоже так удалил. Они так и удаляются. Вот это да. Вот этот я не смогу удалить. Потому что он еще не сформировался полностью. Его имела в виду, лучше его не трогать. Это то же самое. Видите, тут явно надо прокалывать и удалять. Это те же самые милиумы. Да, вот они меня достали, если честно. Вот мне тут так не нравится. И причем вот с этой стороны и с этой. В одних и тех же местах. Пигментация вот такая вот тоже, видите, нечеткая. Это может быть и как результат вот таких вот экспериментов, да? С косметикой. С косметикой, истончение кожи. И кожа защищается, пытается каким-то образом восстановиться. И пигментация в том числе. Потому что пигментация это и защитная функция кожи. И второй вариант все-таки нужно обследовать желудочно-кишечный тракт. В частности, печень. Потому что вот такая нечеткая, нечеткий контур. Географическая, так называемая, пигментация. Это признак нарушений со стороны желудочно-кишечного тракта. То есть здесь тоже нужно проанализировать, что к чему. Питание еще надо откорректировать. Да, надо откорректировать. В первую очередь, питание это основное. И кожица такая, очень действительно тоненькая. Она у меня сухая или она у меня комбинированная? Потому что я сейчас, раньше всегда думала, что сухая. Но местами думаю, может быть она все-таки... В течение дня поблескивает? Ну, ближе к вечеру бывает, да. Бывает. Ну, смотрите. Вообще слегка. Вообще она у вас настолько тонкая, действительно сухая, да. И поры на носу вот такие тоненькие, что я бы ее и назвала все-таки сухой. Но блестит она к вечеру, опять-таки оставляем ее сухой. Блестит к вечеру из-за вот неправильностей ухода, скажем так. Тогда уже просто сальные железы в этой зоне активизируются. Начинают хоть как-то пытаться вернуть вот эту водную липидную мантию кожи, да. И смазать ее, и укрепить, и защитить. Поэтому гиперпродукция кожного сала возникает рефлекторная. Соответственно, более выраженная, да. Начинаются здесь какие-то блеск в т-зоне и так далее. Но чисто конституционально назвать комбинированный ее сухой. Гель для холодного гидрирования, разрыхления. Гидрирование? Гидрирование. Это что? Холодное гидрирование. Гель мощно увлажняет. Клеточки эпидермисороговые насыщаются влагой и превращаются в шарики. И стыковка между шариками минимальная. То есть, потом их очень легко снять ультразвуково. То есть, по сути дела, мы таким образом, мощно увлажняя эпидермис поверхностный слой кожи, мы разрыхляем верхний слой эпидермисороговые условия. А вот тонкая кожа под глазами. Вот у меня ухода под глаза... Ну, у меня был один крем, но он сейчас такой... Цены еще поднялись, курс растет. Он безумно дорогой, и я сейчас не могу себе его позволить. Какую альтернативу можно... Какую у вас был? У меня был с Антиэйдж, также Жендестре, там с Нанозолота, в общем... Косметика Берлин, испанская, только зашла на рынок Украины. Там тоже и калоридное золото есть, и все что угодно. Эректиды, полинуклеотиды, именно кислоты. И стоит он в районе, там около 40 долларов. А вот у меня еще подписчица спросила по поводу... Если у нее гусиные лапки под глазками, то что делать в таком случае? Какой уход должен быть? Надо смотреть на эти гусиные лапки. Может быть, как обычный уход домашний, так и более серьезные процедуры с ботулинотерапией. И по-другому эти гусиные лапки не уйдут. То есть надо смотреть на них. Но в любом случае, максимально, если подписчица, опять-таки, смотря какой возраст. Если молодая, там достаточно просто мощного увлажнения, и это ее особенность. Если она уже в возрасте, надо смотреть эти гусиные лапки... А в возрасте это с какого? После 30 или после 35? Можно после 35. Опять-таки надо смотреть на состояние кожи. Просто я пытаюсь понять, я в возрасте или нет. Но вы пока еще не в возрасте. Ура! А вот если посмотреть на мою кожу, то сколько ей лет, если по коже определять возраст? Да. У меня всегда были большие проблемы с возрастом и с расстоянием, поэтому я могу сейчас очень серьезно попасть. Я больше смотрю не на возраст, а на качество. Ну вот я же говорю, именно вот если посмотреть на лицо, на кожу, ну сколько лет может она мне дать? По тургору, по тонусу, значит по тонусу все супер далеко до 30. По тургору, да? По, вернее даже наоборот, наверное по тонусу мы скажем так. По тургору это состояние увлажнения. Буду уже в районе, наверное, ближе к 30. То есть надо увлажняться. Надо увлажнять, увлажнять, питаться обязательно. Вот. И что касается вот пигментации, близкососудики, она тонюсенькая, нам надо... Это уже не столько возраст, сколько в сторону каких-то драматологических проблем, и хочется их решать все-таки. Угу. Я поняла. И чтобы она была не такая тонкая, мне надо делать пилинги, да? Нет. Наоборот. Но я имею в виду эти складные. Да. Килинги или пилинги делаются с целью убрать вот ваши ралобы. То, на что вы сегодня пожаловались. Пилинги помогут в этой ситуации. Но пилинги должны быть максимально поверхностные и с умом подобранные. То есть вам нельзя делать пилинги бесконечно, да? Вот. А такую тонкую кожу надо очень активно укреплять, увлажнять с помощью аппаратных и инъекционных методик. Просто одна косметика поможет в плане на поверхности эпидермиса немножечко защитить, подпитать, увлажнить, но это никак не изменит качество кожи в корне. В корне нужно глубже пробираться на уровень дерми, средний слой кожи. Это уколы? А это аппараты и уколы. А аппараты какие именно в моем случае? В этой ситуации это безугольная мизотерапия может помочь. Электропарация называется. Электропарация? Электропарация или безугольная мизотерапия, ультразвуковая методика, когда с помощью ультразвуковой волны, то есть это механические колебания, с помощью, ну так подстроена мощность, параметр и так далее, что в коже делается так называемая биопарация, то есть биопоры. Временные каналы, очень-очень тонюсенькие, да, между клеточками, через которые проталкиваются, проводятся, впихиваются все растворы, сыворотки, которые мы подбираем индивидуально по проблеме. И они начинают работать. Совершенно верно. И попадая в нужный слой, они запускают те процессы, которые нам нужны для укрепления кожи, для улучшения ее качества и так далее. Да, потому что я вижу прямо она совсем тонкая. Тонюсенькая, тонюсенькая, да. Пилинги здесь, наоборот, нельзя перебдеть, так сказать, с пилингами. Пилинги нужны для того, чтобы убрать неровности, убрать пигментацию, то есть выровнять рельеф кожи на поверхности. А что вы сказали у меня на лбу, вот эти вот неровности под кожей, которые мне не нравятся? Ну это либо закупоренный опор, я буду убирать, смотреть, либо уже настолько оно все тоненькое, что гипертрофируются сосочки дермы с второго слоя. Сосочки дермы, да. Я после косметолога с корабля на Бау приехала домой, нанесла макияж и едем с Никой на предпоказ фильма «Джуманджи 2». Я не планировала краситься, честно. Я думала, после косметолога я так и поеду, она нанесла на меня классную маску. Но приехала посылка от Эмвэй и там была косметика, я не смогла не попробовать. Все-таки есть во мне живет бьюти-блогер. Что я вам хочу сказать, что мне сказала косметолог. Я маленькую часть вам засняла, она действительно очень прикольная. Мне она понравилась, она рассказала эти вещи, которых я не знала. И еще она мне сказала, что есть такое средство как Дансерваль. Мы все его знаем. Я говорю, да, у меня есть она. Вот для твоей кожи Дансерваль не использую. Говорит, у тебя очень тонкая кожа и высушит еще больше. Говорит, можешь для роста волос использовать. И у меня есть Дансерваль. Я думаю, ой, вообще класс. Когда у тебя с дочерью один размер. Вчера Ники купила такую обувь, она очень просила. Хотя я не очень люблю такие типа Уги. Тем более с мехом. Но у нее белые куртки Даша Краус в новогоднем подарке. От феи подарила ей ушки белые. И я увидела эту обувь и Ники купила. Эта книга довольная такая. А сейчас я бегу. У меня сегодня лазер. Подготовка к Новому году, как говорится. Косметологи, лазер. Маникюры. Скоро тоже на 28-й записалась. Чтобы сделать коррекцию. Сейчас быстренько, думаю, Ника, я проверю, насколько они теплые, насколько тебе у них будет комфортно. Поэтому решила надеть. И, знаете как, тест-драйв мама проходит. Вот. Сейчас лечу на лазер, потом домой. На улице, конечно, сказка. Прям настоящий Новый год. Мне очень нравится. Если вы видели, как я разгребала. Мама помогала. Ника. В общем, мы все гребли, чтобы освободить место для автомобиля. И вообще, чтобы можно было выехать со двора. Мама. Только что пришел тростный наш Петя и Деня принес подарок на Николайчика. У нас... Зарубай. Слишком громко. У нас тут уборка. Вот. То есть, у нас перестановка и от этого у нас уборка. Он все в кипиш такой вот. На полках все просто. Просто. Вот. Сейчас будем убирать. Подарок еще? Твой подарок. И... Этот. Какой еще и подарок. Это и нам сладости принес. Про девочек не забыл. А Дема все со своим чик-чирик возишься. Чик-чирик. Чик-чирик. Да-да-да. 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 Давай, мама пропылесосит, потом будем играть. Нет, давайте, правда, давайте я пропылесошу, а потом будем играть. Убей! Убей! Поможешь, Демид? Демид, поможешь маме? Да, я тебе... Надо коробочки разобрать. Поможешь? Да, я тебе помою! Знаете, почему у него на шее шарф? Он, не знаю, жалуется на шею, продуло, может быть, не знаю. И мы с мамой намазали миновазином. Меновазин. Да? Меновазин. Меновазин. Да, если правильно. И закрыли шею шарфиком. Ну, вроде нормально. Ладно, все, я убираю, а включусь попозже. А, и покажу вам, я была на новой почте, забрала шампунь. Шампунь бессульфатный, потому что я хочу сделать ботокс для волос. Кто делал, напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что, ну, говорят, что очень хорошая процедура для волос, заполняет волос, структуру волоса. Вот. Ну что, мы поубирали. Я тут игрушки поперебирала, мне все убирать нельзя. Потому что это говорит о том, что я стапа понесла. Я сразу начинаю полностью все перебирать. Не просто складывать, а именно перебирать. Вещи, когда вешаем, ну, то есть мокрые, вешаем дома, тогда оно увлажняет и быстрее высыхает. То есть не на улице. Редко, когда на улице. Вот моя ширма, о которой я говорила в предыдущем влоге. Здесь будет стоять стол. Он скоро приедет, ближе к Новому году, прям совсем к Новому году. Это такой подарок я себе сделала. Стол будет с лампочками, и я буду делать макияж и снимать видео. Вот стул к нему, плед, который Даша подарила. Она была моей феей. Вот. А ширму я буду выставлять, получается, как бы за собой. Ну, а может быть, когда буду, когда не буду. Это как декорация для съемок. Также сделали чуть перестановочку. Здесь раньше был хозяйский телевизор с тумбой. Мы унесли в гараж. Вот. Оставили только наш телек. Я Ники когда-то покупала такой, как стеллаж для книг. Потому что книг очень много. Читаем, покупаем, и их складывать некуда. Вот. Демку попрыгала на постели. Это вот комната, где в основном я сплю и все тусуется. Елка наша и комод. Вот. Демки с вещами. Ну, вот и все, в принципе. Сейчас еще коврик пистели. У нас есть такой очень красивый, шерстяной верблюжья шерсть. Вот. Что еще хотела рассказать вам? Показать? Что-то хотела? А! Я думаю, что вы видели. Я уже хвасталась. Но мне очень-очень приятно. Я получила диплом beauty.ua в номинации самый осознанный гармоничный блогер. Так приятно вообще. Поэтому я повесила, чтобы, знаете, как, ну, само себе напоминать, что Аня, давай трудись, работай. Люди тебя смотрят. Вот. Это очень приятно. Пошла я дальше. Там мне кое-что еще надо было делать. Вот. И вот, в принципе. И все. Папа. Это что, Дем, у тебя? Кидаем все пить. А что он такой большой? Что? Это мой папа купил. Папа купил? Это курица большая была, Лиза. Это курица большая пила. Или это дракона яйцо. А ты знаешь, что тебе шоколад нельзя? Ты маме дашь шоколадку? Нет. Как нет? Там тебе можно. А Ники, да. А Ники дашь? И Ники будут. Хорошо. А внутри, наверное, очень большая игрушка. Понимаешь? Давай тут открывать. Открывать. Не, не, давай на стол, на стол, на стол. А то шли. Вот так? Нет, вот тут. Вот так? Да. Давай помогу тебе. Ооо, какое большое. Ого, какой киндер. У меня теперь большой. Так, папа включил. Ух ты. Ой. Дема поделился с мамой. Это мне. Это мне. Ну тебе нельзя так много. Это вот тут вот есть у нас такая музыка. Ее надо выключить. Ага, она продолжает играть. Вот так. У меня тут вообще красота, красота, видите? Вот. Включилась с вам с ванной. Хочу сказать о том, что у меня моя любимая тушь закончилась. Почти. Ну, закончилась. Я просто последняя из нее выжимаю. Это продайс от L'Oreal. И, по-моему, в Watson's, по-моему, проходят акции. Если у вас есть карточка, то там скидки, по-моему, минус 30% на продукцию L'Oreal. Я подумала о том, что тушь закончилась и перед Новым годом обязательно надо купить. Она реально офигенная. Вот она уже вообще почти ничего не красит. Я даже брови ей крашу. Настолько она уже закончилась. Но все равно, смотрите, какие ресницы, какие хорошие. Тушью накрасила, которая почти закончилась. Поэтому ее очень советую. Она сейчас мой фаворит. Я такие макияжи сейчас начала практиковать. Раньше так вообще не красила. И на губах у меня две помады, которые я смешала между собой. 25-й и 40-й номер от Maybelline. Вот такие вот. 25-й она вот такого цвета, как у меня платье. И 40-й он такой металлический. И когда красишь двумя, то получается такой слегка фиолетовый металлический оттенок. Ну, мне нравится. Не знаю. Все, я мчу на день рождения к братику и включусь, наверное, там. Я не поняла, как надо есть чеснок? Вот этот чеснок можно ножом разрезать, но намного удобней. Надо его надкусить. Лайфак. После того, когда он надкусанный, у нас остается кожура, а там самая вкусная ядрышко. А мы его оттуда, так скажем, достаем. А ну, поделись сестрой. Я уже в рот взял. Жадина. Это, естественно, мы выбрасываем. Ты поделись сестрой. Катя, поделись. Подожди, а кто я тебе? Ты мне невестка. Заловка. Заловка, да. Поделись заловкой. Нет, очистить надо. А ты знаешь, кто знаешь? У меня есть кто подсел? Пустная вещь. Да я знаю, я знаю. У меня Герман подсел и говорит, папа, пусть трудах, забота, а ты пчела. Она грузинская. Чем садыхар вовна? Шен, гвино, давлёт. Май, это уже по-английски. Сахлише, манканазе. Я хочу с вами поделиться. Только что помыла голову шампунью. Правда, не этой. Кто пользуется этой маркой? Эту я только забрала с новой почты и помыла голову своей обычной. Потом думала, блин, надо было помыть этой. Здесь яичный шампунь для сухого и повреждённого волос. Для сухих и повреждённых волос. Я хочу... Почему этот шампунь появилась в моей жизни? Я, кстати, оставлю ссылочку. Это мне презентовала девочка с инстаграм. Хочу сделать ботокс для волос. И там надо мыть голову шампуни без сульфатов, без парабенов. Ну, можно сказать, натуральный. Вот. Здесь основа. Сейчас я вам скажу. Натуральные масла, сахар и кукуруза. Кто пробовал ботокс для волос? Вот я хочу сделать, можно сказать, на днях. И слегка побаиваюсь. Я делала год назад процедуру. Три раза, по-моему, делала процедуру. Боже, как же она называлась. Она тоже наполняет волосы. И у меня после этого волосы не крутились. То есть настолько они были наполнены изнутри, что даже накрутка не держалась. Сейчас накрутка держится довольно долго. И у меня кончики сухие. Я понимаю, что лечение волос надо не только в домашних условиях, но и процедуры такие как бы салонные. Вот. Поэтому это дополнение к процедуре. Я думаю, что все-таки на днях я сделаю. Но я хочу подождать ваших комментариев, кто пробовал ботокс и ваши комментарии. Вот мне правда это очень важно и интересно. Помимо всего этого, хочу вам показать. И ко мне приехала коробка с подарком. Но я не знаю, что здесь. Я не ожидала. Вот правда. Я просто увидела надпись, логотип Евы. Магазин Ева. Сейчас я открою и посмотрю, что там. Смотрите, какая огромная сумка. Прям огромнейшая. Стурбота и Прокрасута Догляд. Что же здесь? Ого! Смотрите, сколько всего. Ну вот она, полная посылка. Смотрите, сколько всего. Много-много-много всего-всего-всего. Очень приятно. Спасибо Еве. Спасибо девочкам. Они умнички. Так рады. Это спа-масло для душа. Это душ-пилинг для тела. Сколько, наверное. Пина для ванны. Освежитель. Шампунь. Шампунь-кондиционер. Шампунь-бальзам-кондиционер. Здесь крем для рук и ногтей. Детское мыло увлажняющее. Это бальзам для ножек. Это масло для тела. Такое, как увлажняющее. Густое спа-масло для тела. Это для интимной гигиены. Такая вещичка. Это гель для умывания и мицеллярная водичка. Вот сколько всего. Ну, очень приятно. Спасибо большое, Еве. Я приехала, встретила девчонок. Приехала на кодик в коробочке от Нафи. Вон, девчонки. Фоткаю. Я опоздала где-то на час, наверное. Не могла найти. А тут, оказывается, вообще рядом с моим группом. Сейчас фото с Машей и вообще с девчонками. И поздравляем Нафи с Кодиком. Кодиком в коробочке, да. Но это все равно. То есть, это кажется Кодиком. Ну, это так чуть-чуть. На самом деле, для коробочки это очень много. Поэтому желаю ей процветать. И она получилась на первый модно-брендовый. Это у нее сейчас две коробочки. Одна ее имена. Там все много разных продуктов. И одна именно коробочка от одного бренда. Тоже нафель Beauty Box, но от одного бренда. Влог во влоге. Это влог во влоге. Да. Девчонки забрала посылку от Насти фотографа. Сейчас покажу, что там. Это подарок к Новому году. А в пакете вкусняшки для детворы и фотографии. Сейчас вам покажу результат. Я в Инстаграме уже выставляла эти фотографии. Смотрите, как красота. Ой, Настюша, конечно, мастер своего дела. Вот эту вот фотографию очень люблю. Класс. Такая она нежность-нежность. Никусичка, моя же такая взрослая. Вот, красивая. Мои детки. Конфетки. Мой мальчик с другой планеты. Моя девочка. Планета. И вот еще. Тоже мне нравится эта фотография. Настюша, это как в подарок, распечатала нам фотографии. Помимо того, что отдала уже готовые. Их много. Но вот десять штучек, по-моему десять, распечатала и поздравила детвору и меня вот таким вот сюрпризиком. Настюш, если ты меня смотришь, огромное тебе спасибо. Девчонки, она мастер. Девчонки. Девчонки.